Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Не завершил поворот налево. Три человека, в том числе и годовалый мальчик, получили травмы в ДТП на улице Попова. Три минуты хаоса и разрушений. Живой или лежат, пока там скорая, так ты их не переносишь. В Кирове во время урагана пострадали три человека. Три человека, в том числе годовалый мальчик, получили травмы в ДТП на улице Попова. Там столкнулись два встречных автомобиля – Subaru и Жигули седьмой модели. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла в субботу в 7 часов вечера на перекрестке улиц Некрасова и Попова. Водитель Subaru слишком рано решил выполнить маневр. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Subaru при повороте налево не убедился в безопасности, не предоставил преимущество встречному автомобилю ВАЗ седьмой модели и совершил столкновение. В результате происшествия водитель и 47-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы. Также в ДТП травмы получил годовалый мальчик-пассажир автомобиля Subaru, однако госпитализация ему не потребовалась. В Яранском районе тяжелые травмы получил 22-летний водитель ВАЗа 14-й модели. По предварительным данным ГИБДД на трассе Вятка он не справился с управлением, врезался в стоящую 12-ю и оказался в кювете. Вероятного виновника аварии госпитализировали. В городе Белая Холнинца произошло еще одно ДТП с пострадавшими. По предварительным данным госавтоинспекции, 28-летний водитель пятой модели «Жигулей» врезался в опору ЛЭП. Сам Лихач и его пассажирка травмировались, медики оказали им помощь. На вероятного виновника аварии составили протокол из-за вождения в пьяном виде без прав. В Кирове на улице проезжей столкнулись два встречных Рено. По предварительным данным полиции, пенсионер за рулем «Дастер» поворачивал налево на прилегающую территорию и не пропустил «Логан». В итоге два пассажира автомобиля такси получили травмы, медики оказали им помощь. У дома 119 по улице Воровского сбили велосипедиста. По предварительным данным ведомства, 23-летний предприниматель за рулем иномарки «Джип» наехал на 17-летнего подростка. Пострадавшему пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове во время урагана пострадали три человека. Двух накрыла автобусная остановка. В Вересниках еще один пострадал на улице Широнинцев. За два часа стихия повалила более 60 деревьев, оборвала линии электропередач, без света остались 40 жилых домов. Хроники урагана в нашем дайджесте. Двое лежат, пока там скорая. Улицу Ключевую завалила деревьями. Одно из них упало прямо на остановку общественного транспорта. На съемке видно, что один из пострадавших лежит на тротуаре, с ним сотрудник скорой. Второго еще достают из-под завалов. Утром 28 мая врачи рассказали, что одного отправили на амбулаторное лечение. Состояние второго стабильное, он в больнице. Зуть. Бомба. Капец. Я говорю, вот тут машины хотели ставить. Ну, хотели. И все. В центре Кирова на Октябрьском проспекте 90 огромное дерево вырвало с корнем, и оно упало на будущую парковку. Там машин не было, и это единичный случай. В основном деревья попадали в цель. Намаклина береза приземлилась на капот 14-й. На улице Герцена завалила вазовскую классику. Оригинально пострадала припаркованная иномарка BMW. В нее прилетела спутниковая тарелка и зацепилась за бампер. Трагедия могла произойти и на территории областной больницы. Дерево едва не придавило двух людей, которые шли под зонтиком. На улице Карла Маркса у ботанического сада деревья, в прямом смысле слова, легли на провода. А в деревне Барановщина столбы с проводами сдуло в сторону жилых домов. В Кирове летали крыши остановочных павильонов. На Московской синяя крыша оказалась на Октябрьском проспекте. На Комсомольской навес перевернулся и упал на асфальт. Всего за несколько минут ураган повалил более 60 деревьев. Повредил 12 остановок, две из них не подлежат восстановлению. Сколько пострадало автомобилей, неизвестно. По данным администрации города, восстановительные работы до сих пор продолжаются. Михаил Вагин, Место происшествия. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. Рядом с Мурыгина в реке обнаружено предположительно тело пропавшего Романа Швецова. 32-летний парень исчез 20 апреля. Последний раз его видели в районе Старого моста. Все подробности в нашей рубрике «Сводка». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сыщики предполагают, что, возможно, Роману кто-то угрожал. И именно это эмоциональное давление спровоцировало Швецова совершить смертельный поступок. 27 мая 2018 года недалеко от поселка Мурыгина Кировской области в водоеме обнаружено тело мужчины, предположительно Романа Швецова. В настоящее время на месте происшествия работает следственная оперативная группа. В ближайшее время будет проведено опознание. В Кирове вынесли приговор 32-летней водительнице «Лексуса», которая причинила тяжкие травмы водителю 14-й. ДТП произошло на перекрестке улиц Украинской и Диповской. Женщина не пропустила отечественный автомобиль. По словам очевидцев, она с ребенком спешила на вокзал. Суд приговорил обвиняемому к одному году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Вечером 27 мая у торгового центра на улице Пролетарской был похищен велосипед марки «Форвард». Если вы знаете, кто совершил эту кражу или знаете местонахождение велосипеда, звоните в полицию по телефону 102. Михаил Вагин. Место происшествия. Сотрудники МЧС спасли человека во время пожара на улице Красноармейской. Там вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Огонь за считанные секунды распространился по всей верхней части здания. На месте ЧП побывал наш корреспондент Павел Москвин. Дом загорелся в субботу в начале третьего ночи. Пожарные сбивали огонь не только снаружи, но и изнутри здания. Для этой цели на месте работала группа газодымозащитников. В подъезде дома можно было находиться только в специальных дыхательных аппаратах. Внутрь. Аккуратно по лестнице подавайте. Вы внутрь заходите звеном ГТЗС. Давай, короче, это. Давай, 3,51. ИТС поля. По словам очевидца, он отдыхал в ночном клубе недалеко от места пожара. Заметив дым, Никита решил подойти и поинтересоваться, что именно горит. Фига, короче, дым повалил, что подлетели. Горело только первый подъезд. Вот чисто подъезд горел. Да, самое дальнее окно. Они его начали тушить, пока тушили. Фига, короче, вся крыша загорела. Другой очевидец Сергей помог автолюбителям переместить машины подальше от огня. По его словам, ни одно авто не пострадало. По данным МЧС, на месте работали 11 единиц техники и 30 человек. Этот дом не жилой, но во время ЧП там находился один человек, которого спасли пожарные. Как стало известно, ранее это здание уже горело. В обоих случаях предполагаемая причина возгорания – это поджог. Сейчас эту и другие версии проверяют сотрудники городского ОНД. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице производственной камера зафиксировала, как водитель Ланцера спровоцировал ДТП. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Московской производственной водитель Митсубиси поторопился повернуть налево и не уступил дорогу машине с камерой. На съемке с камеры наблюдения видно, что нарушитель пытался уйти от столкновения. Он резко поехал задним ходом, но было уже поздно. На улице Дерендяева водитель иномарки «Форд» то ли разворачивался, то ли парковался, но зацепил «Ладу Гранта». В Кирове завелся гонщик на черном BMW X5. Его нарушения дважды зафиксировали на улице Воровского. Сначала он повернул из среднего ряда налево. Затем проехал на красный сигнал. Кирове владелец регистратора запечатлел, как на самом деле происходит укладка асфальта. На улице Ленина оператор АЗС заправил 14-ю дизельным топливом. Водитель 14-й был в шоке. Сейчас, в случае неполадок с двигателем и топливной системой, он может обратиться за компенсацией. Естественно, это видео будет одним из главных доказательств. Михаил Вагин. Место происшествия. Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Субтитры подогнал «Симон»